Мы продолжаем КВН. Предприятие холдинга СДС играет в самую веселую и находчивую игру. Надежда кузбасского бокса. Игорю Харитонову исполнилось 20. Кузбассовцы смогут учиться в Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Об этом говорили на встрече губернатор Аман Тулеев и народная артистка России Лариса Гергиева. Они также обсудили проведение в регионе различных конкурсов и выступления на кузбасской сцене выдающихся оперных певцов страны. Художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в Кемерве впервые. Лариса Гергиева за свою карьеру подготовила более 100 постановок для театров по всему миру. А в Кузбасс она приехала с пасхальным фестивалем. Мне бы очень хотелось, чтобы между Мариинкой и вашим городом завязались связи культурные, чтобы проводились вместе какие-то культурные проекты. Наверное, настало время теперь делать какие-то уже вещи традиционными. Может быть, это и приезд пасхального фестиваля. Дерево добра и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления доставили адресатам. Детям, получающим лечение в онкологическом отделении «Русское радио» подарило поделки, сделанные воспитанниками детского дома. Так в Новокузнецке завершилась всероссийская акция «Весенняя неделя доброты». Как отреагировали дети, на такой подарок выясняла наша съемочная группа. Открытку, которую держит в руках Катя, сделал своими руками воспитанник детского дома номер один. Девочка получила такой необычный подарок в рамках благотворительной акции «От детей детям», которую организовала радиостанция «Русское радио». Катя уже полтора года лечится в онкологическом отделении. Мне очень приятно, у меня сразу в душе все как будто как цветок раскрылось. Мне очень приятно. Мне еще никто никогда не делал такой подарок. «Большое спасибо, я хочу сказать, Денису. Мне впервые в жизни делали подарок из детдом». Все поделки для больных малышей создавались под руководством сотрудников хобби-маркета «Хенд Мэтт». В детском доме номер один мы создали поделки, которые передали в больницу номер четыре. С радостью присоединились к этой акции. Спасибо большое организаторам за такое добро, предоставленное детям. Но самый большой подарок получили от неожиданного адресата. Неравнодушие незнакомых людей к их здоровью настолько тронуло ребят, что они сделали ответный подарок. Сегодня мы приехали с подарками, с открытками, вручили деткам. А в ответ получили вот такие замечательные рисунки с пожеланием добра тем детям, которые делали эти открытки. В Новокузнецке благотворительность пока не сильно развита. И такая масштабная акция – редкость для города. А зря. С медицинской точки зрения они полезны для здоровья. Врачи уверяют, что положительные эмоции помогают легче переносить болезнь. Ну, детям, кроме нашего лечения, нужно еще, ну, внимание другое. Нужны положительные эмоции. Если просто человек пришел и подарил шарик, и больше ничего, это много значит. Так завершилась весенняя неделя добра в Новокузнецке. Конечно, один раз не сможет зарядить положительными мыслями на всю жизнь. Но может подарить надежду и веру в лучшее будущее. Александра Сысенко, Александр Архипенко. Новости моего города. Смех продлевает жизнь. Научный факт, о котором знают все. В Кемеровой прошли игры КВН среди сотрудников предприятий холдинга «Сибирский деловой союз» в честь десятилетия компании. Семь команд участников холдинга поделились шутками о корпоративной жизни. Как известно, в каждой шутке секреты веселой жизни у КВНщиков узнавал наш корреспондент. Ботан, бутылка? Эй, ты что не понял? Для Елены Мешковой каждый рабочий день начинается с улыбки. Когда молодая журналистка только пришла работать в Кузбасскую вагоностроительную компанию, сразу решила КВН убыть и вступила в команду, в которой с недавних пор на главных ролях. Любой проект, его невозможно реализовать по какому-то заданному шаблону. Конечно же, есть конструкторские отделы, которые это все разрабатывают, но все равно каждый заказ и каждый проект, каждая новая продукция, новое оборудование, в этом во всем, в его разработке присутствует доля креатива, а значит творчества. И даже будь то конструктор, будь то сварщик, здесь везде нужно фантазировать, когда ты что-то делаешь. А фантазия у наших КВНщиков бьет ключом. Хотя, как по секрету, рассказали участники, самые яркие номера и придумывать не надо. Они рождаются из реальной жизни. Для работников холдинга юмор – это возможность не только разрядить обстановку в самые напряженные рабочие будни, но и скоротать время в перерывах. Ведь медиками доказано, смех продлевает жизнь, что наша жизнь – игра, вторят философы, а СДСовцы добавляют – КВН. Именно юмор непосредственно, сам по себе, веселее работа всегда интереснее, с шутками, с припаутками, это помогает. На сцене команда «Забойные люди». Угольщики играют уже 10 лет, и за эти годы в команде изменилось не одно поколение КВНщиков. Алина Хальтер в холдинге работает со дня основания, с тех пор и в КВН. В свою команду Алина влюбилась с первого дня и сегодня играет вместе с сыном Артемом. Мы видели, на сцене были дети. Вот эти дети, они пришли с родителями сюда, вместе с нами, когда были еще вот такие совсем маленькие. Теперь они взрослые, они помогают нам уже. Это уже администраторы, и где-то и художники, и гример, и уже выходят на сцену. Хотя они не работники предприятия, а это все. КВН нас объединяет. К преемственности поколений в СДС уделяют особое внимание. А потому неудивительно, что именно «Забойные люди» единственная на играх команда «Семья» стала чемпионом праздничных игр в честь десятилетия холдинга СДС. Угольщики скромничают. Победили не мы, победила дружба. И гордо добавляют. Следующий юбилей КВН отметят их внуки. Антон Овачев, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города. И чемпион России. Таким количеством титулов может похвастать не каждый молодой спортсмен. 20 лет это, как я уже говорил, это так время быстро летит. Некоторые люди говорят, в 20 лет пойдет только у тебя, быстро жизнь полетит. А у меня уже началась, как я только начал, профессиональные соревнования всякие международные. И у меня дома не бывает. У меня время очень быстро пролетело. Флойд Мэйвейзер, Рой Джонс, Майк Тайсон. Боксеры, с которых Игорь Харитонов привык брать пример. Но главным героем для молодого прокопчанина был и остается его главный и единственный наставник. Отец Игорь Харитонов. У меня, как можно сказать, вся семья боксерская. Только мама, конечно, против, потому что все мамы против таких видов спорта. И всегда они были против. Говорят, иди лучше музыкой занимайся. Но так как я выбрал бокс, и не то, что меня отец заставил, а вот я сам, мне нравится этот вид спорта. Свой последний крупный турнир Игорь Харитонов выиграл в марте. На международных соревнованиях в Баку прокопчанин взял золото и подтвердил звание мастера спорта международного класса. За время своего европейского турне Игорь Харитонов успел не только изучить местные достопримечательности, но и пообщаться с заграничными болельщиками. Когда скажешь, что Кемеровская область находится рядом с Новосибирском, они сразу знают, что у нас тут уголь, знают, что у нас тут Аман Гумирович Тлеев. Следующий крупный турнир для Игоря Харитонова стартует в сентябре. Чемпионату России по боксу прокопчанин обещает быть на пике формы. Сегодня он регулярно тренируется вместе с отцом в Прокопьевске. Несколько занятий в день – его привычный режим. А значит и следующий высокий титул не за горами. Иван Тельтевский, Антон Овачев, Константин Червяков. Новости моего города. К этому часу это все новости. Смотрите наши выпуски каждый будний день в 16 часов и 21.00. А мы с вами прощаемся. До встречи на телеканале «Мой город». Всего вам доброго. Партнер программы – холдинговая компания «Кузнецкий Альянс». «Кузнецкий Альянс» – это всегда качественная спецодежда, строительные и отделочные материалы, противопожарное оборудование. «Кузнецкий Альянс» – гарантия низких цен.